Добрый день, еще раз. В начале своего доклада я хотел бы поблагодарить организаторов за столь интересную конференцию, причем первую. Организовано, конечно, на высшем уровне 5 баллов. Спасибо большое. Мы будем говорить с вами об эффекте Кирлян, которому очень много лет. Эффект Кирлян, на котором основан метод Кирлян, известен уже 240 лет, а в действительности ему не одна тысяча лет. Если мы уйдем в историю и посмотрим, значит, нимф над святыми, свечение. Откуда оно бралось? Не было транспорта, не было самолетов, телефонов, но иконописцы, когда писали святых, они над головой рисовали, писали ореол. То есть с тех пор уже люди видели некое энергетическое поле. Так вот, одно из уже зафиксированных таких полей было сделано 240 лет назад Лихтенбергом. Далее у нас был 1891 год. Это наш белорусский ученый Яков Йотки, который очень много чего сделал в этом направлении. И история его запомнила именно как выдающегося ученого, который жил и работал в Белоруссии, потом катался по разным странам и так далее. Но он зафиксировал это дело. И далее супруги Кирлиан, которые данную методику запатентовали, зарегистрировали, развили новые приборы, направления и так далее. Благодаря супругам Кирлиан данная методика существует уже очень активно и много лет. Наша компания, это компания Биотехпрогресс и КТИ, две компании у нас, которые занимаются много лет этим направлением. 25 лет почти. 24 года мы официально как бы на рынке, а 25 лет мы занимаемся этим направлением. Профессор Коротков, я и еще пара электронщик, программист, когда-то поставили себе задачу сделать прибор на эффекте Кирлиан. В двух словах, эффект Кирлиан, ну, скажем так, любой объект, помещенный в электромагнитное поле высокой напряженности, светится. Вот принцип работы данного прибора. Мы сделали такой прибор сначала, потом понадобились другие приборы, и линейка с каждым годом возрастала. Я просто пролистываю, это все есть в интернете, вы можете почитать, потому что самое интересное там будет дальше у нас. И на сегодняшний день линейка этих приборов и программного обеспечения очень большая под всякие нужды, интересы, исследования и так далее. Данный метод очень прост в работе. То есть мы просто размещаем пальцы рук человека, а как говорится в древней китайской медицине, вся информация сидит на пальцах рук и ног. Основная информация. Есть разные точки, но самое удобное оказалось пальцы рук человека. Ноги неудобно снимать, да? А пальцы? Вот. Поэтому это очень удобно оказалось. И все разработки, которые делались в этом направлении, они были построены на том, чтобы снимать информацию с пальцев рук. Сначала была система Манделя, потом мы с Коротковым все это дело пересмотрели. Многие из вас читали публикации, что душа человека была исследована после смерти, что она имела вес определенный и так далее. Это мы все делали в свое время. Компания BBC потом все это переначала, сказала, что вот душа, тело и так далее. Там был чистый научный эксперимент. И мы это дело проводили. И видели, что да, действительно, во время удаления определенных органов пропадали какие-то сектора, какие-то органы. А то, что касается, просто чтобы была ясность, да? То, что касается, что душа покидает тело. Действительно, был такой эффект. Мы работали... Компания BBC снимала помещения. Были замерены все, буквально, влажность воздуха, температура и прочие-прочие показатели. Ну и было там... И мы каждый час сделали съемку этого усопшего. В районе 11 часов вечера появилась некая новая свечащаяся пятнышко. Мы все это убрали, зачистили электрод. Сделали снова съемочку. Опять появилась пятнышко. Через час это пятнышко было еще больше. Через два часа еще больше. И что самое удивительное, вместо того, чтобы вес падал, он буквально на пару грамм остановился сначала, потом прибавился. Из чего ученые и журналисты, которые были с BBC, они сделали вывод, что душа покидает в это время тело. Мы этого не утверждали. Понятно, да? Что было? Поэтому очень удобно снимать пальцы рук человека. При помощи эффекта кирлян и нашего оборудования много лет уже проводятся разного рода эксперименты. Жидкофазные объекты, металлы, минералы. Воздействие металлов и минералов на человека. Воздействие музыки на человека. Воздействие жидкофазных объектов. Что мы пьем, как мы пьем. Какая вода хорошая, какая вода плохая. Это все можно определять при помощи эффекта кирлян. Вот на данном слайде мы видим пальцы больного человека и пальцы относительно здорового человека. Хочу еще подчеркнуть следующее. Мы не позиционируем данное оборудование как диагностическое. Диагноз ставит специалист и врач. Мы делаем это оборудование как инструмент для специалиста, для врача, для исследователя и так далее. Так вот, мы видим палец больного человека и относительно здорового человека. Сегодня был очень красивый доклад по онкологии. Так вот, у онкологически больного человека, вот здесь вот, появляется гроздь виноградная. Знаете, такие шарики. Как гроздь высыпает? Это онкология. В 95 случаях. Если на всех пальцах мы видим вот такие виноградные гроздья. В данном случае это просто вот, в данном случае это острая фаза заболевания человека. Далее мы смотрим, вот вода. Есть вода дистиллированная, относительно, скажем так, мертвая вода. Есть живая вода. Вот живая вода примерно так светится. Дистиллят, который мы берем из бутылки, да, дистиллированную воду, она светится вот таким образом. При проведении экспериментов мы брали разные жидкости, не буду называть их, чтобы не было никакой рекламы или еще что-нибудь. При исследованиях мы увидели, что есть жидкости, которые проходят лучше, чем вот эта вот фильтрованная вода. Есть такие жидкости. Но вода из-под крана в Санкт-Петербурге, она как дистиллят светится. То есть ее не восстановить. И все разговоры о том, что мы возьмем такой фильтр, сякой фильтр и восстановим эту воду, говорю вам как человек, который много раз проверяли эти жидкости. Не восстанавливается. Приезжали разного рода специалисты и рассказывали, что они могут воздействовать на воду. Пожалуйста. Я брал специально воду из-под крана. Брал воду из бутылки с одной компании, с другой компании, с третьей. Начинают воздействовать. Те жидкости, которые покупаны в магазине и так далее, на них происходят какие-то изменения. Вода из-под крана не реагирует. Вообще никаким образом. Ну убитая вода, потому что хлор и прочие, прочие ржавые трубы. У нас есть один из документальных фильмов, в котором снимается... Сейчас вспомню, скажу, как называется фильм. Документальный фильм есть. Вот мы видим такие интересные картиночки. Здесь мы сегодня говорили и слушали, и вчера говорили. Значит, ну... Острые процессы, изменённое состояние сознания, сильное полевое облучение. Значит, изменённое состояние сознания. Проводилось очень много интересных экспериментов. Эксперименты просто потрясающие. Люди увлечённые, профессора, композиторы, артисты, наркоманы, женщины на последних месяцах беременности. Они очень часто находятся в изменённом состоянии сознания. Вот такие вот появляются в середине. Мы видим двойные кольца. Это изменённое состояние сознания. Я вот предложил здесь... То, что вот... Ну, многим, кто здесь был, предложил о том, что давайте посмотрим, насколько, допустим, ну вот с гипнозом, насколько человек входит в изменённое состояние сознания. Провести совместную работу. Эксперимент. Посмотреть, что происходит с человеком, когда он уходит в прошлое, в настоящее или в будущее. Поэтому мы с ними договорились. Они приедут в Петербург, и мы будем пробовать проводить эксперименты. Или вот вчера мы слушали прекрасное звучание чаш, да? Звучание прекрасное. Мы с ними договорились о том, что мы проведём экспериментальную работу, что происходит с пространством. Как меняется энергетика пространства. Это же очень интересно и очень важно. Мы проводили такие работы. Идёт потрясающий эффект при изучении пространства, в том пространстве, в котором мы находимся. Мы, когда делаем съёмку, мы получаем так называемую ауру. В мире это уже не принято. Нас критикуют очень часто. Очень часто сильно бьют за то, что мы говорили когда-то ауру. Мы говорим сейчас, это энергетическое поле. В действительности это так и есть. Это энергетическое поле вокруг человека. При помощи наших программ и этой методики эффекта Кирлян мы можем просто-напросто сравнивать психоэмоциональное и физическое состояние человека. Вот мы делаем здесь некоторые уже пальчики снимали на наших приборах. И мы видим энергетическое состояние человека и физическое состояние. При программе, когда это всё пересчитывает, мы чётко абсолютно видим, выявляем при помощи этого стресс-фактор, что очень важно. Наша военно-медицинская академия Санкт-Петербургская проводила порядка 8 лет экспериментальной работы и научные статьи были написаны, доклады. Диссертация была докторская, защищена несколько кандидатских диссертаций. Значит, выявление стресс-фактора у больных, то бишь, операция прошла успешно, да, а пациент умер. Почему? Никто не учёл стресс-фактор, что человек находился в глубоком стрессе. Данная методика позволяет выявлять этот стресс. И они очень много лет проводили эти эксперименты. И когда они поняли, что действительно, да, есть у человека глубокий стресс, не в обиду мужчинам, как правило, мы очень в этом отношении, то, что касается болячек, трусливый очень. Если, не дай бог, приезжает за нами скорая, мы уже готовы завещание писать, если ещё скорая включила сирену и так далее, и так далее, мы уходим в глубокий стресс. Привозят нас в приёмный покой, врач встречает, ой, бегом, бегом, срочно в операционную, всё, мы уже там. Нас уже оттуда трудно вытащить. Так вот, в военно-медицинской академии этот эффект учли, методику нашу проверили, и когда уже всё было понятно, всё исследование были проведены, дежурный анестезиолог, уходя, сказал, что вот операция была проведена, вот есть шесть человек послеоперационных, на этих троих, обратите внимание, они ночью у вас будут буйствовать, потому что они были в стрессе. Да, действительно, врачи посмеялись, которые остались вместо этих. Эти ушли. Среди ночи, когда у них подошло время, они стали просыпаться, стали на себе рвать эти вот всякие шланги, трубки, кричать, ругаться, материться и так далее. Их еле-еле успокаивали. То есть, эти люди были в глубоком стрессе. И после этого господин Полушин, есть такой, он стал своих врачей обучать следующим фактором. Поступил больной, не обращать на него внимания особо, сделать вид, что он его не видит. Чего привезли? Да вот он тут больной. Какой он больной? Здоровый, как кабан. Чего привезли? Везите обратно. Человек начинает успокаиваться. Ну ладно, коль привезли, давайте посмотрим, что там у него. Человека вывели из стресса. И дальше с ним делать все, что хочешь. Значит, Спасалон активно использует своих методик, все это хозяйство. до воздействия, фоновое значение, потом воздействие, потом через 15-20 минут после воздействия смотрит, что произошло. То есть динамика, восстановление организма или изменение систем и органов, на которые были оказаны воздействия. Не важно, какого рода воздействия. Но если они были оказаны, значит, мы это дело увидим на приборе. Линейка, еще раз говорю, приборов очень быстро у нас растет в зависимости от требований ученых, врачей, академической медицины, народной медицины. Что требуется, мы то и делаем. Делаем разное оборудование, чтобы было удобно, быстро и комфортно. Вот одна из последних разработок, приставка для ног. По Манделю многие из вас слышали такую фамилию, он говорит о том, что основная информация все-таки в пальцах рук и ног. И он посадил половину Соединенных Штатов, те, кто пользуются этим оборудованием, именно на ноги. А так как он стал человеком уже довольно-таки в возрасте, ему сложно поддерживать эту технологию и так далее, его ученики обратились к нам, что сделайте нам, пожалуйста, более современную такую приставочку для ног, чтобы мы могли снимать пальцы ног. Вот мы сделали и сейчас находимся на стадии, когда данное направление изучаем, подбираем материалы и так далее, и так далее, готовим это дело, но уже Англия, Штаты активно пользуются такой приставкой. вот одно из последних исследований, краткая история, я там пробежался, потом, если вопросы будут, подойдете, я вам расскажу. Одно из последних исследований, значит, создан программно-аппаратный комплекс для краткосрочного прогноза землетрясений. Это, скажем так, я сидел, читал какую-то литературу в интернете, потом еще что-то, и набрел на исследователя американца, который говорил, писал, что птицы и животные покидают будущее место катастрофы от пяти часов и до трех суток раньше. Покидают эти места. Значит, соответственно, идут какие-то непонятные волны, которые эти животные и птицы чувствуют и покидают это место. Так как у нас есть приборы для замера экологии, энергетики и так далее, у меня первая мысль пришла в голову, почему бы нам не попробовать замерить это хозяйство, а вдруг, кто его знает. Выбрали мы место Румынию, отвезли туда наше оборудование, поставили на границе в Молдавии, но там 50 километров до Румынии, а так как этот американский ученый утверждал, что в радиусе 150 километров, ну там 50-60 километров до Румынии, а Румыния это та часть Румынии сейсмоактивная зона, это Вранча, Бузео и так далее. Мы установили там наш прибор и стали просто собирать информацию. Информация получилась очень интересная, после чего мы этой информацией поделились нашим МЧС в российском. Сначала был отклик, потом тишина. Ну, не хотят, не надо. Мы решили продолжить это направление. И когда мы стали получать информацию, да, действительно, до начала землетрясения происходят какие-то непонятные эффекты с нашим прибором, мы решили сделать программно-аппаратный комплекс. Мы стали собирать материалы. Мы подключили наше оборудование на съемку на одну минуту. То есть сейчас даже вот уже три с половиной года в режиме реального времени мы делаем съемку каждую минуту. Сейчас будет более ясно. Ответный вопрос. Давайте попробуем. Смотрим ролик. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова потому что время. Значит, буквально вчера мы сидели здесь и с Алексеем посмотрели, что происходит на сегодняшний день, на вчерашний день в Румынии. И мы увидели вот такой вот график резкое падение. Вот видите, да? Площадь белого упала, интенсивность выросла. Мы вчера это увидели. И я ему говорю, в течение 6-12 часов в Румынии будет землетрясение. Он говорит, да ладно. Я говорю, ну посмотрим завтра. Сегодня я приехал, показывая официальный сайт Румынии. Было землетрясение, 3,1 балла. То есть это не фантазия, это не мои эти самые домыслы. Значит, есть определенный порядок установки данного оборудования. Это уже все известно. Причем очень интересно. Будет интересно вообще. Подходите, я вам расскажу. Давайте дальше пойдем, да? Вот вчерашний график. Обратите внимание. Дата. 30 число. Время. 4 часа 22 минуты. Смотрим сюда. Время. 8 часов 15 минут. Позавчера. Время. Время. Вчера. А под утро было землетрясение. 3 балла. Видите? Это вот буквально свеженький пример, который сейчас есть. Поехали дальше. Сейчас вот буквально в ближайшие недельки 2-3 выйдет новая программа по герудотерапии. Воздействие медицинской пиявки на аквасистему человека. А вот это интересно, думаю, что для вас будет особо интересно. Значит, примеры необычных воздействий на человека данные представлены президентом магического ордена американского Аргентина. Мужчина. Я его знаю лично. Немножко жадноватый. Тащит все домой. Вот что бы ему не дали, он тащит домой. Женщина пользовалась солевой лампой. Месяца 3-4. Якобы эта солевая лампа, я не знаю, утверждать не буду, собирать всю негативную энергию в себя. Она взяла и подарила эту лампу этому человеку. Ему эта лампа понравилась солевая. Он пришел, поставил возле головы на тумбочку, лег спать и включил. За 5 минут до глубокого сна он почему-то проснулся и увидел, что в его сторону идет свет. Далее он побежал, замерился в Аргентине и получил вот такое вот внешнее внедрение. Ой, извините. Вот она. Этого у него не было. Он получил внешнюю, он получил негативную энергию, которая в него уже вселилась. После этого у него в течение, это 5-6 дней. Вялость, усталость и так далее. Но сейчас им занимаются, скоро его поставят на ноги. Вот интересный. Мужчина 43 года, политик, конгрессмен. Ехал на работу, потерял сознание, упал, ничего не помнит, ничего не знает. Значит, как утверждает эта девушка, которая живет в Аргентине, вот это установлен на него пульт управления. Им управляют. А наверху вы видите антенны. Он получает информацию и с него скачивает информацию. Иногда начинаешь вот такие вещи понимать, почему наши политики и наши бизнесмены ведут себя неадекватно. Вот есть такой пульт и информацию получают и отправляют. Соответственно, человека надо уже лечить. Вот интересный случай. Девушке 36 лет. Привезли ее в Аргентине к этой даме. Она идет, ее отпускают. Она идет без остановки, упирается в дверь головой, ее поворачивается и так далее. В полном непонятном состоянии. Значит, астральная сущность, сознательная. Эфирное тело поглощает. Кобра. Вот ее голова. Дальше ее там хвостом, ну и так далее. Я не эзотерик, я не знаю. Я просто попросил, она мне прислала три случая. На мой взгляд, в принципе, это интересные. Вот. Дальше, что с этим делать? Значит, в первом случае у него, у этого человека появляется усталость, утомляемость, быстро. Во втором случае человек ведет себя совершенно неадекватно. Он может упасть на пол, разгромить, все раскидать и так далее. А вот в третьем случае, до грубой агрессии этот человек, вот эта девушка, может, в принципе, и убить. Вот. С таким вот воздействием. Соответственно, это Кобра вон сжирает все энергетическое поле. Что будет дальше, непонятно. Но для этого есть специалисты, которые могут, значит, вылечить эту девушку. Вот здесь вот так и написано, да? Вот. Тогда я уложился, да? Да. Благодарим Романа Юсубова. Я думаю, вы с удовольствием пообщаетесь за кадром. Спасибо вам за вашу работу и за ваши исследования. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!